Библейский портал экзегет.ру представляет Добрый день! На библейском портале экзегет мы продолжаем рассмотрение послания святого апостола Павла к Галатам, вторая глава. Итак, апостол Павел в этом послании, как мы с вами говорили, должен доказать, что Иерусалимская церковь его знает, и что она знакома с его благовестием. Более того, как мы сейчас видим, он хочет показать, что, собственно говоря, получил одобрение от Иерусалимской церкви, поэтому то, чем он учит, не является, если не ересью, то каким-то таким ренегатом. Не является то, что Иерусалимской церкви неизвестно. Потом, через 14 лет, опять ходил я в Иерусалим, сварнавую, взял с собой Этита, хотел же по откровению, и предложил там и особо знаменитейшим благоествование, пропреданное мной язычникам, не напрасно ли я подвязался или подвязался. Итак, довольно большой исторический период, 14 лет, разделяет посещение апостола Павлом Иерусалима. Туда он приходит, очевидно, в 49 году на апостольский собор, который описан в 15 главе книги Деяний. И не приходит он ни один, а его спутником является Варнава, который путешествовал с ним во время первого их миссионерского путешествия. А, кроме того, в Иерусалим апостол Павел берет Этита, одного из главных своих помощников, из подвижников. Кроме того, подчеркивает апостол Павел, что, собственно, он пошел в Иерусалим не потому, что он захотел туда прогуляться, не потому, что в этом у него была какая-то необходимость, потребность. Он пошел по откровению, то есть по повелению свыше. И там он изложил содержание своей проповеди и вынес его на суд римской церкви. Но они Этита, бывшего со мной, хотя и Элина, не принуждали обрезаться. То есть, другими словами, проповедь апостола Павла о том, что язычники не должны следовать закону, была принята. Потому что, если бы было иначе, то Этит для общения с церковью, которая практически на 100% состояла из евреев, вынужден был бы обрезаться. Но никто не потребовал Этита этого, и тем самым Иерусалимская церковь выразила согласие с содержанием провозвестия апостола Павла. Но на самом-то деле не все были на его стороне, вряд ли. Нам уже было предполагать, что действительно все вот так согласятся с тем, чему он учил, и он об этом пишет дальше. А вкравшимся лжебратьям, скрытно приходившим подсмотреть за нашу свободу, которую мы имеем во Христе Иисусе, чтобы поработить нас, мы ни на час не уступили и не покорились, дабы истина благовествования сохранилась у вас. Итак, своих противников апостол Павел необычно сравнивает с лазучниками, которые высматривают слабые стороны своего противника для того, чтобы потом наиболее эффектно напасть и справиться с ним. И вот эти лжебратья, скрытно приходившие подсмотреть за нами, за нашу свободу, свободу во Христе, то есть свободу от выполнения норм и правил закона. Для чего, опять же, чтобы потом поработить, то есть чтобы каким-то образом дальше вести свою деятельность против апостола Павла, хотя эта деятельность и получила одобрение у большинства Иерусалимской церкви, у его ведущих руководителей. Но мы видим, что эта оппозиция, она даже несмотря на это, не собиралась сдаваться, не шла на попятную, а увидев апостола Павла, как мы видим, дальше продолжала свою деятельность и, собственно говоря, с деятельностью этой оппозиции. И связан сам факт, причина написания послания Галатам, потому что когда эти оппозиционеры пришли в Галатию, они учили тому, чему не учил Павел. Они принуждали галатийских христиан к обрезанию, которым в Иерусалиме апостол Павел ни в чем не уступил для того, чтобы истинная благословие сохранилась у вас. То есть он понимал, что если он уступит, хоть ненамного, впоследствии это станет всем известно, и тогда его противники смогут сослаться на то, что вот там, будучи в Иерусалиме, апостол Павел согласился с тем, что язычники должны обрезаться. Нет, он никогда с этим не соглашался, никогда не шел на попятную. И он продолжает, и в знаменитых чем-либо, каким бы они ни были, когда для меня нет ничего особенного, Бог не взирает на лицо человека, и знаменитые не возложили на меня ничего более. Другими словами, конечно, какими авторитетами на тот момент не обладала Иерусалимская церковь, апостол Павел, конечно, прекрасно понимает уникальность своей миссии. Он идет путем того задания, которое он получил непосредственно от Христа и от Бога, и на самом-то деле не случайно он говорит о том, что в знаменитых чем-либо, когда бы они ни были. То есть, другими словами, весь этот авторитет, по сути, для него дело прошлого. Для него важно, чем сейчас занимается человек, как он строит свои отношения с Богом, что представляет собой его жизнь и так далее, и так далее. То есть, другими словами, для апостола Павла существовал только единственный авторитет, авторитет Бога. Но и знаменитый, он говорит, увидев, что мне верено благовестие для необрезанных, как Петру для обрезанных, и узнав о благодати, данной мне, Яков, и Киф, и Ян, почитаемые столпами, подали мне и в Арнавию руку общения, чтобы нам идти к язычникам, а им к обрезанным, и только чтобы мы помнили нищих, что я старался исполнить в точности. Вот тоже очень важный момент, он связан с тем, что действительно никаким образом содержание проповеди апостола Павла не было отредактировано в Иерусалиме, никаких поправок никем из авторитетнейших его возглавителей не было внесено, но единственное, что Иерусалимская церковь потребовала, это чтобы апостол Павел не забывал материально свою деятельность, помогать Иерусалиму, потому что мы знаем, что действительно Иерусалимская церковь, она, по крайней мере, в первой части своей истории была сформирована из людей, которые пришли в Иерусалим, либо со Христом из Галилеи, либо это были паломники, которые на Пятидесятницу или другие праздники потом посещали Иерусалим, и под воздействием воспитательской проповеди остались там, и понятно, что содержание Иерусалимской церкви было дело довольно затратным и трудным, и она все время нуждалась в посторонней помощи, в содействии иных лиц, и вот поэтому апостол Павел, получает такое задание, собирать пожертвования для Иерусалимской церкви, и он об этом неоднократно пишет в посланиях, и, конечно, на самом-то деле, делать вещь немаловажная, потому что это собрание пожертвований, оно делало связь с Иерусалимской церковью, ну, в общем-то, неноминальной, да, кто платит, тот, в общем, и играет, мы знаем какую-то роль, поэтому то, что апостол Павел таким образом становился благодаря Иерусалимской церкви, дело, связь с ней не призничной, неноминальной, и она действительно была, никто не мог утверждать, что апостол Павел с Иерусалимской церковью, с матерью церковью, никаким образом не связана. Ну, и дальше вторая часть второй главы послания Галатам, она как раз посвящена вот этому тезису, который апостол Павел здесь озвучил, и который он уже сказал, что для него, собственно говоря, чей бы то ни было авторитет, не представляет никакого значения. И он говорит о том, как складывалась его встреча с апостолом Петром в Антиохии. Когда же Петр пришел в Антиохии, то я лично противостал ему, потому что он подвергался нареканию, ибо до прибытия некоторых от Иакова ел вместе с язычниками, а когда те пришли, стал таиться и устраняться, опасаясь обрезанных. Вместе с ним лицемерили и прочие иудеи, так что даже Варнава увлечен был их лицемерием. Но когда я увидел, что они непрямо поступают поистине евангельской, то сказал Петру при всех. Слова являются одним из моих любимых, когда Павел говорит Петру, что ты неправильно поступаешь поистине евангельской. Что же вызвало такую отповедь со стороны Павла по отношению к Петру, что, собственно говоря, возможно, и навлекло на него некие последствия, потому что больше в Антиохии апостол Павел уже не приходил. То есть, конечно, этот конфликт, он имел свое продолжение для него лично, но, тем не менее, он сознательно на него пошел. Почему? В чем причина? Итак, Петр приходит в Антиохию. Напомню, что именно в Антиохии Павел начинал свою церковную жизнь именно из Антиохии. Он отправлялся в миссионерские путешествия. И ситуация была такова. Петр пришел, конечно, он был принят церковью, со всеми, кто в нее входил, участвовал в общих трапезах, но в какой-то момент он стал их сторониться после того, как в Антиохию пришли посланники Иерусалимской церкви, как он говорит, некоторые от Иакова. Иакова — брата Господня. Напомню, что Иакова — брат Господень. Он стал руководителем Иерусалимской церкви после того, как из нее ушел Петр после гонения. Об этом говорится в 12 главе книги Деяний. Петр уходит и поручает Иакову встать в главе Иерусалимской церкви и руководить ей. Иаков известен тем, что он был ревнителем закона. И, собственно, именно Иакову принадлежит финальное решение на апостольском соборе 49-го года, о котором апостол Павел как раз говорил в первой части 2 главы, о чем сейчас шла речь. И, конечно, когда вот эти вот такие строгие ревнители закона увидели, что с язычниками Петр есть за одним столом, будучи обрезан, они стали его каким-то образом упрекать. И, более того, Петр стал таиться, устраняться, опасаясь обрезанных. Вместе с ним, продолжают Павел, лицемерили и прочие идеи, так что даже Варнава был увлечен их лицемерием. То есть, действительно, влияние этих посланников Иакова было настолько сильно, что, в общем-то, все, кроме Павла, очень быстро перешли на их сторону и перестали участвовать в общих трапезах с язычниками, которые, ну, бывшими язычниками, которые входили в антиохийскую церковь. То есть, в общем-то, таким образом церковь разделилась совершенно неожиданно для себя. И вот здесь и Павел вступает в противодействие, противоречие. Ведь с Варнавой он путешествовал. Это были люди, которых он хорошо знал и которые знали, как Варнава, содержание его проповеди, собственно, с которыми он и начал проповедовать язычникам. Вместе с Варнавой как раз произошел этот перелом. Первоначально Павел тоже не собирался язычникам проповедовать, но под влиянием каких-то обстоятельств, о которых говорится в 13 главе книги Деяний, он перешел на сторону язычников и стал им проповедовать. Так вот, совершенно такая необъяснимая ситуация. И Павел вступает в бой. Он говорит Петру вот эти слова, которые так любят суты, поступаешь не по истине евангельской при всех. Так, будучи иудеем, живешь по-язычески, то есть допускал до этого возможность сидеть с язычниками за одним столом. А теперь, когда ты устранился от этого, ты язычников принуждаешь жить по-иудейски. То есть, по сути, они должны обрезаться для того, чтобы опять вместе с тобой есть. Не совсем понятно, данный текст был действительно обращен к Петру, или это добавление, которое делает в послании апостола Павла, он рассуждает следующим образом. Мы по природе иудеи, а не из язычников грешники. Однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верой в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона, ибо делами закона не оправдается никакая плоть. Конечно, эта фраза является одной из ключевых для мировоззрения апостола Павла, для содержания его проповеди, где он настаивает на том, что дела закона не могут обеспечить человеку спасение. Спасение дается только через Христа, через его искупление, через оправдание его смертью, благодаря которой люди становятся невиновны перед Богом. И ситуация, по-видимому, которая была связана в Галатийской церкви, благодаря чему оппозиция апостола Павла взяла такой верх, связана с тем, что, конечно, несмотря на то, что галатийские христиане уверовали, несмотря на то, что они начали церковную жизнью жить, таких быстрых, решительных перемен от всех членов церкви ожидать не приходилось. И, собственно говоря, в завершении, в пятой главе послания, мы встречаем указания на возможность блуда и на наличие разногласий, даже какого-то противоречия в Галатийской церкви. И люди, которые пришли туда, вот, вслед за апостолом Павлом, они могли сказать, а вот смотрите, у вас вот такие-то изъяны, такие-то, а если бы вы соблюдали закон, то ничего бы этого не было. Давайте-ка обрезывайтесь, давайте-ка и будете соблюдать даже закон, и все у вас будет как надо. Но апостол говорит о том, что даже если кто-то скатился к греху, вернулся к каким-то прежним неправильностям жизни, виноват не проповедь, виноват не то, что говорил апостол Павел, виноват не Христос, а виноваты те люди, которые таким образом себя повели. Он дальше пишет об этом таким образом, 17 стих. «Если же, ища оправдания во Христе, мы и сами оказались грешниками, то неужели Христос есть служитель греха?» Никак. То есть, другим словом, если мы, приняв то, что Христос нас оправдывает своей смертью, в итоге как бы отказались от предложенной нам привилегии и каким-то образом все равно впустили обратно грех в свою жизнь. «Разве Христос виноват в этом, что это произошло?» «Нет, виноваты в этом мы сами», говорит он. «Ибо если я снова созидаю то, что разрушил, то сам себя делаю преступником». Другими словами, человек отстроил какое-то здание, дом, а потом вдруг все это взял и разрушил. «Кто виноват?» спрашивает апостол Павел. Виноват тот человек сам. Он сам, получается, он разрушил, а теперь вынужден сам заново вновь созидать то, что было до этого. То есть, таким образом, он представляет тех, кто скатился, вернулся к греху, и который, по сути, своей заново теперь вынужден начинать христианскую жизнь. И он говорит, «Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога». Другими словами, жизнь в законе, которая так хорошо была известна апостолу Павлу, которой он так был знаком, он все равно рассматривает не как жизнь для Бога. Почему? А потому что для него Бог теперь связан со Христом. «Я сораспялся Христу. Уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Другими словами, встреча со Христом совершенно переосмыслила для апостола Павла его жизнь. Он живет на другом основании, для иных началах. «Я живу верою в Сына Божия и предавшего себя за меня». То есть, другими словами, это предание тоже требует от человека самодачи, самопожертвования. «Не отвергая благодати Божией, а если законом оправдания, то Христос напрасно умер». Итак, действительно, если человек оправдывается законом, если исполнением этих многочисленных правил он может заслужить прощение у Бога, значит, Христос не должен был приходить, бессмысленно была его смерть, его предназначение тем самым неясно. Поэтому для апостола Павла решающим является именно Голгоф, является смерть Христа. Именно она аннулирует все то, что было прежде. Она дает человеку прощение, она примиряет его с Богом, она сообщает ему оправдания. И если человек пытается заслужить законом благоволения Божия, то тем самым он неизбежно отвергает Христа, то есть делает его смерть, по сути своей, бессмысленной и ненужной. И вот на этом довольно смелом и решитом утверждении апостол Павел заканчивает ту часть послания Голатам, которую можно назвать автобиографическим, которое он проводит этим апологией себя, своего служения и того выбора, который он совершил в своей жизни, и подводит тем самым базис под основание, под свою проповедь. Почему именно так он утверждает? И он, говоря о конфликте с Петром, с Варнавой, тем самым показывает, что он готов бороться со любыми своими оппонентами, кто бы ему не противостоял, каким бы авторитетом эти лица не обладали, он готов ринуться в бой, лишь бы действительно то, что он проповедует, осталось незыблемо. А уже дальше, вот в 3-4 главе, он ведет свою богословскую полемику, о которой мы с вами будем говорить позже.